Заметки электрика Ну а также провел проверку и испытание различными токами согласно ГОСТа Соответственно с измерением температуры их нагрева Сегодня у нас вторая часть И сегодня я произведу измерение переходного сопротивления автоматов Ну и также самое интересное разберем и посмотрим его устройство и конструкцию Итак, поехали! Проведем замер переходного сопротивления автоматов С дальнейшим расчетом падения напряжения и мощности рассеивания на полюсе К тому же очень интересно будет сравнить, так как я уже неоднократно проводил такие замеры Так, здесь поясню, что целесообразно измерять переходное сопротивление автоматов При температуре 60-70 градусов То есть имитируя их нагрев Как при номинальном токе Но не всегда ток в цепи может быть номинальным Некоторые автоматы и практически весь свой срок эксплуатации могут работать при токах гораздо меньше номинальных Поэтому я решил измерить значение переходного сопротивления автоматов в их холодном состоянии А в дальнейшем эти значения можно в любое время привести непосредственно к другим температурам Измеренные значения переходного сопротивления также необходимы для более точного расчета токов короткого замыкания И определения полного сопротивления петли фаза 0 в электроустановках до 1000 Вольт Там как раз при расчетах необходимо учитывать величину переходного сопротивления коммутационных аппаратов в цепи Ну и прочих соединений А в справочниках и ГОСТах такой информации нет Там представлены только наиболее распространенные автоматы Ну и к тому же все современные модульные устройства в наших отечественных справочниках просто-напросто отсутствуют Так, измеряем переходное сопротивление автомата Армат 16-амперного 9,25 9,25 Еще раз перевключим 9,30 Ну запишем самое наибольшее значение То есть максимальное 9,3 мОм Этот автомат у нас уже был в прогрузке Имеет вот такие значения Сейчас я проверю такой же Армат 16-амперный Который не подвергался пока что никаким испытаниям Ну, по крайней мере, с моей стороны Затягивать, пытаясь примерно одинаково Смотрим, включаем 8,20 Ого, разница какая Еще раз 8,21 Это получается на 1 мОм Меньше у него сопротивления То есть немножко как бы во время испытаний Все-таки Контактная система подвергается Износу Так, ВА4760М Включаем и поехали 6,44 Ого, какая разница 6,44 Давайте еще разочек 6,45 И он, кстати, был у нас уже тоже на испытаниях У Армата, который прошел испытание 9,20 У которого Который не прошел испытание 8,20 И у ВА4760М 6,45 То есть разница Даже с неиспытанным Экземпляром Составляет Ну, почти 2 мОма Можно смело сказать В принципе, разницу по переходному сопротивлению Стоило ожидать Потому что Даже по тепловизионному контролю Была видна разница по нагреву Если же сравнивать Полученные значения переходного сопротивления У данных автоматов То они занимают Далеко не последнее место Среди других производителей Тот же ЭББ имеет 9,5 млн КААС вообще имеет Значение 10,9 У Хагера 11 У Легранда 9,5 Кстати, я могу отметить То, что у того же ВА4729 Тоже измерено сопротивление В прошлые замеры Когда я проводил Было тоже одно из самых наименьших Но на этом еще сравнение не закончено Нам еще нужно разобрать их И посмотреть визуально Какие там есть отличия Ну что, вот и пришло время Разобрать наши автоматы Расверлил я все наши автоматы Располовину корпуса Это у нас АРМАТ Это у нас ВА4760М Если визуально сравнить То немножко изменилось Расположение Элементов Внутри корпуса Сразу же скажу Информацию по весу автоматов АРМАТ у нас То есть где-то Давайте сравним Что же улучшилось Что же изменилось Бибметаллическая пластина Теплового расцепителя Кстати Место соединения Гибкой связи С тепловым расцепителем Здесь заизолирована Термоусадочкой Первый раз такое вижу У ВА47 Такого точно нет И не было Так Про нагар Ну здесь вот у нас Неподвижная часть Видно нашу напавечку Вот квадратная Да? Часть И здесь вот есть нагар На стенку нагар Практически у нас Здесь не попал Там немножко Сам подвижный контакт Имеет чуть Большие размеры Это наш вставыш Пластиковый Который защищает Корпус От прогорания В случае гашения дуги Вот с обоих сторон Здесь в корпусе И Вот здесь Здесь как раз Самая максимальная Температура И чтобы корпус У нас не прогорел Соответственно Его защищают Здесь нужно Внести пояснение Про вот эту Защитную пластину Потому как Она выполнена Из современного Газогенерирующего Пластика То есть ингибитора Который Подавляет Горение дуги Соответственно Это Достаточно Эффективное решение Этот у нас Экземпляр Имеет Номинальную Отключающую Способность 6 кА А у аппаратов На 10 кА И выше Вот эти боковые Вставки Пластины Выполняются Керамическими Так Ну и дальше Ток у нас С неподвижного Контакта Уходит на Катушку Электромагнитного Рассыпителя Здесь у нас 9 витков И уходит На зажим На нижний зажим Обновилась Сама Вот этот Сам принцип Рассыпления Все вот эти Механизмы Тяги Стало Так Более Даже Приятнее Что ли Включаться Отключаться Ну и вот Наша шторка Которая Защищает От Невнимательного Подключения Проводников Здесь Находится Винт Регулировки Теплового Рассыпителя И Доступа К нему Извне Нету Отсутствует Так Это Дуго Отводящая Пластина И здесь Она кстати Тут имеет Такую Внушительную Толщину И еще Здесь Она Укреплена Дополнительной Пластиной Стало Что тут Стоит На повороте Как раз Самое Вот это Горячее Место Дугогасительная Камера Ну или Решетка Собирается В пакет С помощью Нейлоновых Счетчик Счетчик А В Меж Полюсных Перегородках Находятся Ферромагнитные Пластины То есть Применение Толщину на катушку электромагнитного рассыпителя применена термоусадочка на выводе из катушки и уже уходит на нижний зажим ну и в принципе больше отличий кроме как имеющихся вот керамических вставок здесь нет ну и давайте пробежимся по нашему а-47 здесь в принципе все аналогично вот видим шторки здесь уже нет вот это место куда у нас может ошибочно попадать проводник при невнимательном подключении так дальше у нас сразу ток уходит на катушку электромагнитного рассыпителя здесь у нас 87 беточков так и сразу у нас уходит ток на неподвижный контакт вот на паечка она здесь будет поменьше вот видите здесь как и вот кстати здесь следов нагара гораздо больше после испытаний видите даже прогорела вот это вот защитная пластиковая вставка вот побольше пострадал автомат уже хотя повторюсь ток у нас здесь был всего лишь 270 280 у вас 47 применяется пластик предыдущего поколения а находящаяся за ней за пластиком металлическая пластина выполняет функцию отбора тепла за счет теплоемкости металла ну и также дополнительно функция элемента не допускающего межфазного козе в многополисных аппаратах дугогасительная камера имеет большие размеры в аромат ведь выше имеет на одну пластину больше чем у вас 47 ну и конечно же интересно сравнить армат со шнайдером айси 60 н 16 амперным номиналом и с такой же отключающей способностью на 6 килоампер что сразу бросается в глаза бросается в глаза неподвижный контакт его сечение его габариты его общее в целом величина еще раз показываю и какой уж шнайдер но в разы меньше и по сечению тоньше и по сечению тоньше ну и соответственно неподвижный контакт еще раз показываю на пайку на армате квадратная напаечка вот квадратная напайка на армате и переходим на шнайдер шнайдеровская напаечка я не знаю тут ее практически миллиметр наверно даже толком не видно в общем по контакту все понятно давайте посмотрим камеры вот камера армата и камера шнайдера в таком виде посмотрим здесь практически вообще отсутствует какая-либо изоляция и материалы которые усиливают гашение дуги как это сделано вот у армата полностью со всех сторон здесь просто все прозрачно все насквозь просто пластины скрепленные по бокам но тоже тут какой-то материал конечно есть но его тут относительно немного так сказать здесь используются ферромагнитные пластины дугогасительные камеры вот это проверить можно легко то же самое здесь с помощью магнита ну а количество пластин в камере у шнайдера 12 всего 12 штук у армата 14 а у вас 47 60 м 13 вот еще раз покажу камеру ну вот габариты дуга отводящая пластина сечение не меньше вот видите армата такое плюс еще усиление здесь в углу на повороте до в самом горячем месте и также уходит еще вот сюда вот то есть защищает тепловой рассыпитель можно так сказать еще дополнительно здесь такого нет здесь тепловой рассыпитель он здесь защищен просто пластиковую перегородкой и все эти дуго отводящие пластины хоть они и сверху покрыты как будто под медь и они на самом деле все выполнены из ферромагнитного материала и там ли стали в общем они магнитные нитиц что еще еще у них используются одинаковые по качеству защитные пластины это пластина из газогенерирующего пластика другим словом ингибитора который подавляет горение дуги здесь регулировочный винт кстати здесь доступ к нему имеется он под шестигранник и с наружной стороны можно подобраться и подкрутить ну конечно же делать это ни в коем разе не нужно как уже показывал защитную шторку вот аналогично выполнена и у шнайдера полмедок нет никаких проблем сделать аналогично и у армата затрат это будет практически ну минимум то есть сама компоновка одинаковая также идет через тепловой рассыпитель на подвижный контакт с неподвижного контакта на катушку с катушки на нижний зажим вот вам и армат другим словом не то что там каких-то моментах не дотягивает до шнайдера но в некоторых моментах он его даже превосходит так что делайте выводы ну и в завершении скажу по ценам в 4760 м который рассматривался в сюжете имеет розничную цену 309 рублей выключатель армат имеет цену 477 рублей да чуть дороже если сравнить его с тем же шнайдером айси 60 н то последний имеет стоимость 761 рубль естественно что актуальные цены при покупке смотрите на текущую дату потому что в данной ситуации они могут достаточно часто меняться и с к сожалению не в меньшую сторону по большому счету автоматы имеют одинаковые характеристики и даже в принципе конструктив за исключением тех моментов что арматой выполнена дополнительно лучше большее количество заклепок то есть при затягивании при коротких замыканиях больше шанс что его корпус не располовинится выполнена более новая система управления рычага имеется маркировка имеется защитная шторка имеется возможность подключения гребенки с двух сторон более усиленный неподвижный контакт камера чуть больше на одну пластину и по габаритам и также усиление дуго отводящих пластины вот в принципе такая вот разница в общем вот такое получилось видео кому она понравилась обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди будет еще много всего интересного также хочу вам напомнить что в связи с последними событиями в мире а также на ю тубе всем автором отключили монетизацию вы можете поддержать меня выразить мне благодарность за интересные полезные и подробные видео сюжеты ну и в целом для дальнейшей мотивации и поддержания моего youtube канала также на переведенные средства я смогу приобрести какое-нибудь новое интересное электрооборудование или приборы для дальнейших обзоров и испытаний реквизиты банковских карт сбербанка и тинькова будут указаны на экране а проявить благодарность можно путем перед перевода абсолютно любой суммы которую посчитаете нужны так сказать сколько не жалко всем заранее большое спасибо также если у вас остались какие-либо вопросы по данному автоматическому выключателю задавайте их как всегда в комментариях на этом все всем спасибо за внимание с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч